Расскажите, с чем связан ваш сегодняшний пикет? Полиция за последнее время, ну, последний месяц, по крайней мере, это вообще, они просто уже перешли все рамки, все границы того, что поддается вообще разумному объяснению. Расскажите, как вы думаете, с чем это связано? Почему раньше сотрудники полиции к вам относились лояльно, а сейчас происходит задержание, аресты? Ну, я так думаю, это все связано с предстоящими выборами, потому что сотрудникам полиции, ну, очень невыгодно, чтобы Путин проиграл, потому что они прекрасно понимают, что если Путин проиграет, им придется держать ответственность за все свои действия. Наталья, насколько мне известно, вас вызывали в прокуратуру города Хабаровска за плакат 10.10.2020, не забудем, не простим, за это вам дали штраф? 10 тысяч. Подаем операцию. Как они это обосновали? Ну, обосновали это тем, что давно пора забыть и простить, и что мы оскорбляем вот этим вот плакатом сотрудников полиции, призываем людей, ну, разжигаем вражду и ненависть, что этот плакат в людях вызывает такую вражду, такую ненависть, что они готовы идти и прямо убивать этих полицейцев. А сами вы как считаете? Я сама считаю, что я вышла с тем плакатом 10.10.2020, не забудем, не простим, потому что действительно этого не забуду, не прощу, это мои личные чувства, мое личное мнение, я его выражаю таким образом. Наталья, почему, несмотря на аресты и штрафы, вы продолжаете выходить в одиночные пикеты? Потому что я знаю, что правда на моей стороне. Я вышел, чтобы окончательно Россию не потерять, потому что нация вообще деградирует. Вот посмотрел ролик недавно, как в Курской области, Курчатов город, и вот где этот ублюдок просто подходит и бьет 4-летнего ребенка. Ему говорят, что ты делаешь? Он говорит, а дети разные бывают. И если кто-то думает, что он понесет наказание, он сейчас поедет на запад страны, станет там героем, вернется, и попробуй ему сказать, кто он такой. Уже закон ввели, тебя же и посадят. И еще хочу сказать тем обывателям, которым в мозги, лапшу на уши вешают всю жизнь, что Америка сейчас, Европа нападет на них, захватят страну, поделят ресурсы. Сколько раз за вашу жизнь Америка на вас нападала? И смотрите, что делает ваше руководство, любимое. Аману продали серебряные рудники в Сибири и Дальнего Востока. Китаю дали в аренду, если это арендой можно назвать, на 50, на 70 лет земли 2 миллиона гектаров. Вы только подумайте, вдумайтесь в эту цифру. Скоро ваши руководители, любимые, споют вам на прощение знакомую песню. Китайское солнце, великое солнце, корабль император застыл, как стрела. Поручик Голицын, давайте уедем. Зачем нам поручик чужая земля?